Я говорю, мама, мне хватает хейты в комментариях, давайте тоже не будешь. Ваше здоровье, давайте чокнемся. Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать вот такие вот интересные тортики. Купила я их вчера, вчера весь вечер смотрела на них и хотела сесть, а потом я понимаю, что нет, я их купила для видео, поэтому кушать буду их завтра. И вот, наконец-то я сижу перед ними и могу их есть. Даже не знаю, с какого начать. Так, это с апельсином. А это шоколадный. И, по-моему, смешний. Также подготовила клубничку. Я люблю именно тортики кушать со свежими ягодами, фруктами. Если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Насколько бы фруктовый тортик бы не был, все равно свежие фрукты не помешают. А эту клубничку я вообще искала 3 дня. Уже сентябрь и нигде ее не найти, а если вы найдете очень по дорогой стоимости. Смотрите, какая крупная клубничка. Клубника это моя любимая ягода, ее просто обожаю. Причем с детства. Теперь давайте попробуем этот. Я не знаю почему, но вот этот кусочек стоил в 2 раза дороже, чем этот. По идее, они по размеру почти одинаковые, но чуть больше этот. Вот не могу я не делать, но вы извините, но просто это нереально вкусно. Я не могу сказать, какой из них лучше, потому что они абсолютно разные. Сегодня с утра встала и, можно сказать, час искала свой телефон. Я поставила телефон на без звука, потому что приходит очень много уведомлений из YouTube. Я не знаю, как это отключить. По идее, мне должны приходить уведомления только тогда, когда на меня подписываются блогеры. Чтобы я видела, что вот какой-то блогер на меня подписался. Но в последнее время на YouTube такая тема, даже если у аккаунта 20 подписчиков, 30 подписчиков, автоматически YouTube тоже думает, что это блогер, и поэтому приходят мне уведомления. Вот эти люди пишут мне комментарии. В последнее время комментариев очень много. Телефон издает звуки, ты думаешь, что кто-то тебе что-то написал. Смотришь телефон, оказывается, нет. Поэтому я поставила телефон на без звука и посеяла его. Все утро просто искала телефон. Потратила кучу времени. Каждый вечер я себе типа плавно завтра. У меня всегда так. Встаю в 7. Как встаю, снимаю видео, монтирую новое. Потом, не знаю, делаю классные фотки. Запланировала весь день. На следующий день просто лежу целый час в Инстаграме. Захожу в YouTube на минуточку, чтобы посмотреть, есть ли у моего любимого блогера новый вложек. Смотрю ее влог, потом смотрю еще рекомендованные 10 видео. Открываю глаза и вижу, что время уже 12. Мне хочется более быть собранной. Хочется больше успевать. Распределить хочется свой день, понимаете. А это не получается. В комментариях девочки мне писали, почему ты ешь именно вот такой вот вилкой, а не железный. Это, наверное, новые зрители моего канала. Так как железной вилкой, когда скребешь по столу, бывает такой неприятный звук. Когда ешь и касаешься, например, зубов, опять бывает какой-то неприятный звук, который раздражает моих зрителей. Учитывая эти моменты, я ем вот так. Я смотрю на себя вот в данный момент. И, если честно, мне вообще не нравится, как я выгляжу. Я себе напоминаю бабушку какую-то. Женщину за 30. Вот такой стиль, это абсолютно не мое. Не знаю, зачем я это одела. Но мне не комфортно в этом вот сейчас. Я смотрю на себя, и мне не нравится, как я выгляжу. То есть, мне кажется, это мне не по возрасту абсолютно. Как вы думаете, что вы думаете насчет этой кофты, пишите обязательно в комментариях. Мне интересно ваше мнение. Че, 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 я совсем забыла про чай. Ваше здоровье, давайте чокнемся. Вот я понять не могу, почему этот кусок дороже, чем этот. Нет, этот дороже, чем этот в два раза. Вот почему, почему они оба вкусные. Но я не могу уловить суть. В чем прикол? Вкусно. А клубника какая вкусная. Вот что я буду делать зимой? Без этой клубники. Кстати, интересная новость. Мне пишут под последним видео очень много комментариев о том, что Айка, ты поправилась, это видно по твоим новым фото. Я сегодня утром взвесилась. Я сейчас вам в историю тоже выложу. Сниму сторис и выложу в историю. Я похудела на 2 килограмма, ребята. Хотя нет, я сейчас покушаю, это будет незаметно. Но сегодня утром я взвесилась и была 54 килограмма. 54. Я была 56 буквально недавно. То есть, 2 килограмма скинула. Я сама не знаю, как я их скинула. Иногда у меня бывает такое, что я не знаю, откуда. Нет, я знаю, откуда. У меня появляется 2 килограмма. Я не знаю, как я скидываю, но я знаю, как я набираю. Потому что я очень много ем. Очень много. Я могу подряд несколько мукбанков снять. И даже делаю мне мукбанков. Идем в какой-то, например, ресторан. Я открываю меню и такая, вау. А это что? А это что? Хочу все. Так, тортик, иди ко мне. Красивый, однако. Бисквит напоминает барни. Сегодня воскресенье. Просто обалденная погода. Вообще, надо приучить себя смотреть прогноз погоды. Я такой человек, я никогда не смотрю прогноз погоды. Я даже планирую, что я поеду в какой-то, например, район. И думаю, что бы мне взять с собой. И даже не смотрю прогноз погоды. Потом оказывается, что я беру какие-то летние вещи, а там дождь и так далее. То есть, что сложного зайти и просто посмотреть прогноз погоды. Иногда я делаю такие вещи, которые мне самой непонятны. Но сегодня я напланировала, знаете, столько дел, что я прям из дома выйти сегодня не смогу. А по идее, такая классная погода. Скоро начнется зима, будет ветер. Вообще неохота будет из дома выходить. Надо было все свои дела запланировать на понедельник, а в воскресенье пойти куда-то отдохнуть, погулять, не знаю, подышать свежим воздухом, пофоткаться в конце концов. Зимой же, не знаю, на природе не сфоткаешься. Как моя мама говорит, это все твоя неорганизованность. Мне кажется, самый жесткий критик в моей жизни, это моя мама. Она приходит с телефоном и говорит, тут ты сказала вот так вот. Это же некрасиво. Или тут ты сделала вот так вот. Это надо исправить. Здесь у тебя ошибка в надписи. Я говорю, мама, мне хватает хейта и в комментариях, давай ты тоже не будешь. Так. Давайте все это вместе. Целиком съедим. Прикиньте, целый кусочек засунуть в рот разом и съесть. Поместится у меня это в арту, как вы думаете? ISOC1, различных, клубами, желаемые вкусно. И все это, конечно, не нужно, а также вкусно. остался всего-навсего вот такой вот кусочек смогу ли я его целиком в рот со солнцем поставим новые рекорды так это было не трудно просто идеальное сочетание знаете сладкого тортика и свежей клубники пока сезон клубники не закончился обязательно попробуйте потому что это реально очень вкусно очень сытно прям то что надо ребят блин большой какой-то кусок давайте поделим его вот так вот сделаем так и последний это было очень 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 вкусно реально я не знаю как у вас но когда я кушаю что-то сладкое у меня нету чувство сытости то есть вот я поела два кусочка тортика например до фрукты я не сыта сейчас не обязательно нужно пойти на кухню и что-то поесть я очень надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик с вами блайка эмили всем пока